Азан.кз представляет Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанно на книге. Мы находимся на первой главе о необходимости проявлять искренность и придерживаться благих намерений во всех делах и словах, в любых обстоятельствах явных и тайных. Сегодня с дозволения Аллаха мы будем изучать шестой хадис, который передал нам Уанабис Хаак, Саад ибня Билакас, да будет доволен им Аллах. Далее упоминаются имена также людей, которые передали этот хадис, Малик ибн Угайб, ибн Абди Манав, ибн Захро, ибн Келяб, ибн Мурро, ибн Кааб, ибн Лю Айли Куроши, из Зухри, радия Аллаху, ангум Аджимаин. Выше упомянутые также имена сподвижников, которые передали этот хадис, посланник Аллаха, салям Аллаху, алию саляма, сподвижника Абис Хаака, Саад ибня Билакаса, радия Аллаху, ангум Ахадил Ашрата Машхуды, лахум Билджанна, радия Аллаху, ангум Аджимаин. То есть выше упомянутый сподвижник, один из десяти услышавших радостную весть о рае, да будет доволен Аллах всеми ими. Абис Хаак Саад ибня Билакаса, радия Аллаху, ангум Аджимаин. Мы знаем, что он был защитником, посланником Аллаха, салям Аллаху, алию саляма, именно в сражениях. И поэтому он во многих сражениях присутствовал, был всегда рядом с посланником Аллаха, салям Аллаху, алию саляма. Также его один из наилучших качеств, он хорошо разбирался в тактиках, в стратегиях войны. Поэтому был также советником посланника Аллаха, салям Аллаху, алию саляма, в этой области. Также он является одним из тех сподвижников, которые пророк Мухаммад, салям Аллаху, алию салям, делал сам дуа. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, делал дуа за этого сподвижника. Также это один из последних мухаджиров, который был похоронен в городе Медине, на кладбище Бакиа, который расположен рядом с мечетью пророка Мухаммада, салям Аллаху, алию саляма. На том уроке мы дали определение, кто такой мухаджир. Это те сподвижники, которые, оставив свой родной край, родной дом, работу, семью, близких людей, чтобы сохранить свою веру и стойкость в религии и ислам, были вынуждены сделать переселение вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует город Медину. И также мы остановились, что их степень возвеличена самим Всевышним Аллахом. Последующие хиджры, последующие переселения ни в коем случае не сравнятся с первым переселением, с первой хиджрой. Он в своей жизни передал хадис от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в количестве 270 хадисов. Из них 15 хадисов приводятся в муттафақну алейх. Это значит имам Бухари, а имам Муслим приводят хадисы. Имам Бухари приводит хадис, 15 хадисов от посланника Аллаха, который передал этот сподвижник, Абисхах Саад ибн Абиба'кас, радия Аллаху алейху алейху, также имам Муслим, 18 хадисов. На его джаназе за упокойной молитве также присутствовали уммель-му'менин, матеря правоверных мусульман. Это жены пророка Мухаммада, саллиллаху алейху 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 алейху. Также бьол за упокойной молитвы был имам, также известный сподвижник Маруан ибн Хакам, радия Аллаху алейху алейху. Мы знаем из истории ислама, что Абисхах Саад ибн Абиба'кас, радия Аллаху алейху, при жизни завещал, чтобы его похоронили в одежде, когда будет заворачивать сафан, в одежде, в той одежде, в которой он участвовал на сражении Бадр. То есть это Бадр, сражение, это один из великих сражений. Тех сподвижников, которые участвовали именно на этом сражении, Всевышний Аллах подчеркивает их степень. Вниз посылается очень много аятов о том, что прощены все грехи, которые совершали до этого сражения. «Я'ляму мащитум» «Теперь делайте, что пожелаете, Всевышний Аллах простил все ваши грехи». Эти вышеупомянутые аяты были неспосланы именно по отношению тех сподвижников, которые участвовали в сражении Бадр. То есть этот сподвижник также участвовал в сражении Бадр. Поэтому перед смертью завещал, чтобы его завернули в одежде, которую он одевал именно в сражении Бадр. Абисхах Саад ибн Абиба'кас, радия Аллаху англу, Он передает следующую историю. Когда в год прощального паломничества я тяжело заболел. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришел навестить меня. Эта история упоминается именно в период прощального паломничества пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. То есть в это время сподвижник Абисхах Саад ибн Абиба'кас, да будет доволен им Аллах, тяжело заболел. Что такое прощальное паломничество? Хаджат аль-Вада'а, здесь упоминается на русском языке. Давайте дадим небольшое определение, чтобы слушателям было понятно, о каком периоде идет речь. То есть пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, совершил свой единственный большой хадж, получивший название прощального паломничества. То есть незадолго до своей смерти. После того, как он выполнил паломничество, совершив хадж, большой хадж в своей жизни, один раз, через некоторое время пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма, покинул это. То есть в феврале, по Григорианскому календарю, в 632 году. Также прощальное паломничество, хаджат аль-Вада'а, также известен как хаджат аль-Ислам, то есть паломничество ислама, хадж ислама. Почему так называются? Потому что именно в этом году совершили паломничество только мусульмане и никто другой. До этого периода совершали паломничество также многобожники, поклоняясь своим идолам, которые находились именно внутри Карбы, снаружи Карбы. Было очень много идолов. И каждый год во время паломничества совершали хадж, также очень много многобожников. Также третье название есть, хаджат аль-Балягх. Хаджат аль-Балягх переводится хадж-донесение. Потому что именно в этом хадже, в этом паломничестве, пророк Мухаммад, саллиллаху алейху вассалям, донес все постулаты, все каноны, в полноценном виде религии ислам для своих сподвижников. И в конце спросил три раза, довел или донес ли я вам в полноценном виде религии ислам. И сподвижники ответили, да, у посланника Аллаха, воистину вы донесли до нас религию ислам в полноценной форме. И таким образом засвидетельствовали, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейху вассалям, донес религию ислам в полноценной форме. Здесь также, когда тяжело заболел этот сподвижник, пророк Мухаммад, саллиллаху алейху вассалям, пришел навестить его. Это также важность зиярата больного человека. Это есть наставление, это есть наилучший пример для всех мусульман. В том числе для руководителей, для правителей, у которых есть подчиненные люди, которые работают на него. Сейчас, в данное время, даже руководители, зная, что их рабочие, их подчиненные, или рабочие из его компании, тяжело болеют, не навещают. Когда навещают, только они приходят, когда проводятся же назад, проводятся за упокойной молитвой. И поэтому это наилучшее наставление пророка Мухаммада, саллиллаху алейху вассалям. Несмотря на свой статус, на свое положение, посланник Аллаха, саллиллаху алейху вассаляма, всегда навещал больных людей. Потому что во множественных хадисах говорится о том, что это один из важных обязательств мусульманина перед своим братом. Когда вы навещаете больного человека, вы больше нуждаетесь в милости Аллаха, чем тот, который болеет. Вы знаете, в следующем хадисе посланник Аллаха, саллиллаху алейху вассаляма, спросил у всех сподвижников, кто сегодня участвовал в заупокойной молитве на джан-ази. Из сподвижников, как всегда, был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. И он ответил, о, посланник Аллаха, воистину я сегодня участвовал, присутствовал в заупокойной молитве. То есть посланник Аллаха, прежде чем предоставить какое-то важное наставление, начинал именно с вопроса, чтобы подготавливая сердца с подвижника. Задавая вопрос, в конце всегда следует важное наставление. И посланник Аллаха второй раз задал вопрос. Кто сегодня держит нафиль пост? Нафиль пост переводится необязательные посты вне поста романа. Это можете в понедельник, в четверг или же в середине месяца 13, 14, 15 числа. Это есть наилучшие соны посланника Аллаха, который держите пост вне поста романа. И Абубак, ради Аллаха, ответил, о посланник Аллаха, я держу сегодня нафиль пост. Третий вопрос. Кто сегодня помог нуждающимся, милостеню? О посланник Аллаха, воистину я сегодня помог. И четвертый. Кто сегодня посетил больного брата своего? И Абубак, ради Аллаха, ответил, о посланник Аллаха, воистину я сегодня посетил. И далее следует важное наставление. Если кто-то в один день совершит вышеупомянутые четыре деяния благого характера, я гарантирую ему рай. То есть этот человек в судный день с дозволения Аллаха войдет в рай. То есть когда вы навещаете больного человека, в первую очередь вы больше будете нуждаться в милости Аллаха, чем тот, который болеет. Также есть своя этика и эстетика посещения больного человека. Там ни в коем случае нельзя говорить скверные деяния, которые могут повлиять на его духовное настроение. То есть мы должны наоборот его призывать к позитиву, одарить его надеждой на жизнь. Даже этот человек, если болеет неизлечимой болезнью. Говорить благое и делать за него дуа. Как учил в сумах посланник Аллаха, саллиллаху алим, ва салям. Помянуть Аллаха, напомнить, что болезнь исходит только от Аллаха, лечение только от Аллаха. И надо надеяться на Аллаха, ища пути, методы лечения. Посланник Аллаха, саллиллаху алим, ва салям, говорил, есть болезнь, есть лечение. Если человек найдет это лечение, то с дозволения Аллаха этот человек исцеляется от этой болезни. Это призыв к тому, что мы должны не лежать попросту, если мы болеем, говоря, что это от Аллаха. Нет, мы должны искать пути лечения, дозволенные путем, по Корану и по Суме. Если мы не знаем, мы должны обращаться к знающим людям. То есть знающие люди, это есть врачи, это есть медики, это есть профессоры в медицинской области, которые учились много лет в этой области. Мы должны обращаться к ним. Здесь посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, показывает нам наилучшие деяния, которые может совершить, даже будучи правителем, несмотря на положение, несмотря на свой статус. Проявив скромность, богобоязненность, если этот человек придет своему подчиненному в гости, это тоже может повлиять быстрому излечению от этой болезни, так как духовное настроение, духовный мир этого человека, большинство болезней именно зависит от того, что внутри у этого больного человека. То есть он заряжен позитивом, заряжен надеждой на Аллаха, и исцеление от Аллаха будет быстрым. И факульту, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, пришел ко мне навестить меня, и в это время я тяжело болел, это была история во время прощального паломничества. Говорит нам, И потом я спросил у посланника Аллаха, саллиллаху ассаляма, следующее. Факульту, я, Расуль Аллаха, у посланника Аллаха, поистине, у посланника Аллаха, вы видите, до какой крайности довела меня эта болезнь. То есть вы видите, что я болею тяжелой болезнью. А наследников, кроме дочери, у меня нет. Начинается слово с подвижника, которое обращено к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейху ассаляму. Здесь наши ученые дают пояснение на его слова. То есть таким образом обращаться к знающим людям в надежде, чтобы получить какую-то религиозную фатву именно по отношению к своей проблеме, разрешается. То есть говорить, проинформировать о своей болезни, уточнить, чем ты болеешь. Далее уточнить свое материальное положение, богатый ли, или бедный, чтобы получить религиозное заключение у знающего человека. Такой вид обращения разрешается. А именно жалоба. Например, когда вы жалуетесь на свою болезнь, человек заболевает какой-то болезнью, и он, когда обращается людям, начинает жаловаться. Вот я заболел такой-то, такой-то болезнью, хотя никогда не злоупотреблял по отношению к своему здоровью и так далее, и так далее. То есть вы непременно жалуетесь на свою судьбу. Потому что каждая болезнь предначертена и предписана в нашей судьбе. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху асаляма, в своих других хадисах говорит, если человек рано утром просыпаясь, будучи довольным на свою судьбу, тогда Всевышний Аллах будет доволен. Если он просыпается рано утром, будучи недовольным на свою судьбу, тогда Всевышний Аллах также будет недовольным. Каждая вещь или каждое испытание, которое происходит в нашей жизни, это предначертяно уже в нашей судьбе. И поэтому, когда вы жалуетесь на свою болезнь, вы жалуетесь на свою судьбу, то есть вы ходите против Аллаху асаляма. Этот вид обращения запрещается. Также я богат. То есть проявляя высокомерие, показывая, что ты богатый человек, показывая, что ты выше, чем другие люди. И также запрещено, потому что мы знаем очень много хадисов и аятов на эту тему. Кто проявляет высокомерие или же даже будет пылинки, размере высокомерия в его сердце, он не почувствует даже запах рая, который исходит от 500 лет расстояния. Именно такой вид обращения запрещено. То есть проявляя высокомерие, говорить, что я богат, чем ты. Например, в суре Кахф в 34 аяте упоминается историю одного богатого человека, который также, проявляя высокомерие, ставил себя выше, чем другие люди. И в конце Всевышний Аллах его наказал. Владелец обоих садов, то есть у него очень много садов было, обладал еще другим, то есть большим имуществом, и возгордясь, проявляя высокомерие всеми этими благами, он сказал своему верующему другу во время беседы следующее. «Ва ана аксару мин камаля вуаззу нафаро» «Я богаче тебя имуществом и сильнее тебя происхождением и помощниками». То есть таким образом он возгордился, проявляя высокомерие, ставя себя выше, чем он, и в конце получил наказание Аллаха. Вот такого вида обращения запрещено в религии ислам в абсолютной форме, уважаемые братья. Уважаемые слушатели. То есть этот сподвижник информирует посланник Аллаха, салли Аллаху алейху ассаляма, о своих причинах. То есть по причине его болезни, по причине того, что он богатый человек, и по причине, кроме единственной дочки, у него нету наследников. У него нету наследников. Далее, что следует? «Афа атасаддаку бисулю саймали». Понятно. Почему он обращается к посланнику Аллаха, салли Аллаху ассаляма. «Так не раздать ли мне две трети своих денег бедных». Все, посланник Аллаха, я хочу раздать две трети своих денег бедным, факирам, мискинам на пути Аллаха. То есть в качестве милостыни. Вот его что мучило. То есть мучило его состояние судного дня. Человек богатый, человек может покинет этот мир. Кроме одной дочки, у него нету потомков, наследников законного вида. И он хочет раздать свое богатство именно бедным две трети своих денег. «Коля ля». И посланник Аллаха, салли Аллаху ассаляма, сказал, что «нет». «Куль ту фащатру». «О посланник Аллаха, а половину можно раздать на пути Аллаха в качественной милостыни бедной?» «Ва коля ля». Посланник Аллаха, салли Аллаху ассаляму, вновь ответил, «нет». «Куль ту фащатрусу я, Расуль Аллаху». И последний, сказал он, «треть о посланника Аллаха, можно раздать?» «Ва коля». Посланник Аллаха, салли Аллаху ассаляма, сказал, «Ассулусу, вассулусу, кассир ва кавкабир». Треть. Но и третий будет много, ведь поистине тебе лучше оставить их. Тебе лучше оставить своих наследников богатыми, чем лишенными средств и вынужденными просить у людей. То есть, посланник Аллаха, саляму, одну из трех частей его имущества не запрещает раздавать на пути Аллаха в качестве милостиню. Он говорит это много. Здесь можно взять какую пользу из этого хадиса. Наши имамы Ахлясуну Аджимаа берут из этого очень много хокмов, религиозных заключений на главу наследства, завещания, законных наследников. То есть, в первую очередь, человек при смерти хочет раздать свое имущество на пути Аллаха. Две трети посланник Аллаха сказал нету. Половину посланник Аллаха отказал. А треть, посланник Аллаха сказал, треть, но и трети будет много. Законы, например, светских государств. Мы слышим, что по новостям даже в странах Европы покойные завещают после своей смерти свое богатство даже собаке, например, любимой собаке. Законы этой страны удовлетворяют это. Несмотря на то, что он завещал свое наследство животному. Удовлетворяют. То есть, нотариально заверены все законы в виде. А закон шариата, уважаемые братья и слушатели, закон шариата к чему у нас учат? Законы шариата не полностью, не все удовлетворяют. Завещание человека, который написал предсмертное письмо или предсмертное наследство. Есть предписанные размеры наследства именно законным наследникам в аятах Священной книги Куран и в хадис шарифах посланник Аллаху саляму. Вот на эти две основы, основываясь, закон шариата в справедливой форме раздает каждому законному наследнику свое соответствующее наследство. Или свое соответствующее размер имуществ, богатств, законным наследникам. Не иначе. Выше упомянутый хадис этому и учит нас. Если вы хотите даже полностью раздать на пути Аллаха свое богатство, закон шариата это не удовлетворяет. То есть не приветствует это. Сейчас в данное время у нас также распространенная история. Многие люди не обладают религиозной грамотностью. Если умирает какой-то пожилой человек, будь мужчина, будь женщина, собираются близкие родственники, в том числе родные, и начинает возглавлять это мероприятие. То есть человек умирает, в этот же день из его имущества покупается, например, у нас распространенная привычка. Сразу крупнорогатый скот или лошадь покупается на его имущество, даже если у этого человека будет долг. Даже у этого человека есть законные наследники. То есть во множественном случае без разрешения законных наследников, не выплачивая первоначально долг покойного. То есть тратится из его имущества на организаторские работы этого мероприятия. Например, у нас в Казах это называется кунагаса, кудай тамак и так далее. И поэтому закон шариата ставит арест на имущество покойного до тех пор, пока не будут выплачены его долги. Потому что если даже шагид будет в долгах, это будет его держать в судный день, чтобы он попал в рай. То есть оцепенена будет его душа по причине у этого человека, у этого покойного остались долги. До тех пор, пока эти долги не будут выплачены, Всевышний Аллах оцепенит его душу, он не может даже войти в рай. И поэтому первоначально даже посланник Аллаха, саллиллаху, саляма, или в его период, не совершалась заупокойная молитва для тех покойников, у которого были долги. До тех пор они пока не выплачены будут. И поэтому арест ставится именно на имущество покойного, первоначально рассматривается, есть ли у него долги или нет. Потом, если есть, выплачивается полностью. Далее, основанные на аятах священной книги Куран, и в хадис шарифах посланника Аллаха, саллиллаху, саляма, раздается определенное количество имущества и богатства законным наследникам, то есть его семье, жене, сыновьям, дочерям и так далее. И из этого хадиса также брали хукм, например, Ибни Аббас, саллиллаху, он считал, что одна из четырех частей имущества достаточно раздать на пути Аллаха. Потому что посланник Аллаха, саллиллаху, саляма, третью часть, одна из третьих частей, считает здесь много, большим в размере. И поэтому Ибни Аббас, ссылаясь на свой чтихат, говорил, что одна из четырех частей достаточно богатому человеку раздать после своей смерти в качестве милостивного бедника. Далее идет Абубак, радия Аллаху, один час из пяти можно раздать, ссылаясь на аяты очень много. То есть во время Агазавата, во время сражения трофеи делятся между сподвижниками, и одну часть из пяти отдается на пути Аллаха. Подобного рода аятов очень много. И ссылаясь на вышеупомянутый аяты, Абубак, радия Аллаху, выдавал религиозное заключение, что человек богатый, если хочет оставить милостивную после своей смерти и своего богатства, один из пяти достаточно, потому что это не имущество покойного. После его смерти это имущество переходит именно законным наследникам. Это семье, это жене, это детям, это внукам и так далее. Также законными наследниками не будут считаться, если они убили самого хозяина богатства, например. Посланник Аллаха, саллияллаху, говорит, То есть убийца не имеет права унаследовать из тех имуществ, которые убил этого человека, который убил хозяин имущества, даже будучи, если он является законным наследником. Иначе, если посланник Аллаха, саллияллаху, не сказал бы таким образом, тогда каждый бы убил богатого человека, чтобы унаследовать его имущество. И поэтому, кто становится причиной его смерти, тот даже если является законным наследником, не имеет права на это наследство. Не имеет права на наследство. Далее продолжаются слова посланника Аллаха, саллияллаху, обращенные. И поистине, ты обязательно получишь награду за все то, что потратишь ради Аллаха, и даже за то, что положишь в рот своей жене. Книги, говорит посланник Аллаха, саллияллаху, 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 саляму, с подвижнику. В данном случае имеется в виду даже не расходы на пропитание жены, не расходы на одежду жены в целом, даже те кусочки, которым муж кормит свою жену с рук. Любя, проявляя уважение. Потому что посланник Аллаху, саляму, остерегал именно мужчин. Самый наилучший мужчина – это тот, кто хорошо относится к своим женам. Даже за тот кусок, который он накормил свою жену, не говоря о пропитании, об одежде и так далее. За этот кусок даже он получит свои соответствующие вознаграждения. В судный день говорит посланник Аллаха, саляму, об исхаку, са'ат ибн Абвакасу, ради Аллаху Аллаху. И далее, коль, фа культу, сподвижник продолжает, исхак, са'ат ибн Абвакасу, я, Расуль Аллаху, посланник Аллаха. То есть, будучи он, получив ответ на свой интересующий вопрос в полноценной форме, то есть, успокоилось его сердце, он разобрался о своих вопросах, может быть, сомнениях. Далее, он преподносит второе переживание, или второй вид переживания. О посланник Аллаха, ухалляфу ба'да асхаби. О посланник Аллаха, оставят ли меня здесь после того, как уедут мои товарищи. То есть, эта история происходит в городе Мекке. Выше я упомянул, прощальное паломничество, во время периода прощального паломничества. То есть, это происходит в городе Мекке. И сподвижник переживает о вознаграждении переселения, хиджрей. О посланник Аллаха. Не умрет ли он в Мекке? То есть, многие сделали переселение с посланником Аллаха, саллиллаху алейху ассаляма, из города Мекки в город Медину. И у многих была мечта остаться там, быть похороненными. Чтобы их переселение считалось в полноценном виде, и получили они соответствующее вознаграждение и степень в район, в судный день. И у многих было переживание такого рода. То есть, после этого Саад спрашивает, не умрет ли он в Мекке? Оставят ли меня здесь после того, как уедут мои товарищи? Здесь упоминается. И посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассаляма, отвечает. Тебя ни в коем случае не оставят здесь, и какое бы праведное дело ты не совершил, оно непременно возвысит тебя. То есть, обнадеживает посланник Аллаха, саллиллаху ассаляма, говоря очень сокровенные, благие слова. То есть, что он не останется в Мекке, что его никто не оставит. И какое бы любое праведное дело он не совершал бы, он непременно, Всевышний Аллах, саллиллаху ассаляма, его возвысит, напишет соответствующее вознаграждение в судный день. Кроме того, возможно, что ты проживешь еще долго. Далее, посланник Аллаха, саллиллаху ассаляма, с дозволения Аллаха, предсказывает его будущее. Он только говорил вахи, истину Всевышнего Аллаху ассаляма. То есть, он подсказывает о том, что он проживет долго. Ему, сподвижнику, кажется, что он умрет после этой болезни, но посланник Аллаха, саллиллаху ассаляма, обнадеживает его, даря надежду от Всевышнего Аллаха, субхану ассаляма. То есть, ты, возможно, проживешь еще долго. Действительно, после этого Саад, ради Аллаху ассаляма, прожил еще около сорока лет. И далее посланник Аллаха говорит, чтобы благодаря тебе одни люди получили пользу, а другим был нанесен время. Вред. То есть, имеется в виду, соответственно, польза верующим, вред многобожника. То есть, также он участвовал в множественных сражениях. И по его причине очень множество людей приняли религию ислам, становясь мусульманами. Становясь мусульманами. Также он навредил многобожникам. По его причине они были побеждены. Как посланник Аллаха, салли Аллаху ассаляма, именно предсказал его будущее с дозволением Аллаху, субхану ассаляма. И далее посланник Аллаха, салли Аллаху ассаляма, сделал дуа за Са'ада, ради Аллаху ангу. «Аллахума амдри асхаби хиджратагум. О Аллах, заверши переселение для моих сподвижников. Валя таруддагуму аля акобиим. И не вынуждай их отступать от прямого пути». Здесь упоминается, чтобы Всевышний Аллах принял их переселение, у которых были намерения, совершив это переселение, получить большое вознаграждение в судный день. Потому что хиджра, переселение, именно в первый период с пророком Мухаммадом, салли Аллаху алейху ассаляма, возвеличено место в религии ислам. «Ни одна хиджра не может достичь до этого уровня. И вознаграждение также не сравняться с первой хиджрой, которые были совершены ради Аллаха, его посланника, у притесненных мусульман. Чтобы сохранить свою веру и стойкость, они были вынуждены бросить родной дом, родной край, родную работу, семью и уйти в город Медина». И посланник Аллаха, салли Аллаху алейху ассаляма, делает дуа, также за всех сподвижников, которые делали переселение такого характера, чтобы Всевышний Аллах сделал полноценным их переселение. И чтобы Всевышний Аллах не вынуждал их отступать от прямого битвы. Далее посланник Аллаха, салли Аллаху алейху ассаляма, говорит, «Валякил ба'су са'ад ибн хауля, ярсиляху расулу Аллаху алейху ассаляма, мата бимаккати». Не говоря о бедном са'ад ибн хауля. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стал выражать сожаление в связи с тем, что этот человек умер в Мекке. Кто был? Са'ад ибн хауля. То есть, когда он делал дуа такого формата, просит Аллаха не возвращать своих сподвижников в город Мекку, которые они любили ради Аллаха, но покинули из-за людей. И выражает сожаление в связи со смертью одного из своих сподвижников по имени Са'ад ибн хауля. Да будет доволен им Аллах, который умер в Мекке по Григорианскому календарю в 632 году и остался там навсегда. Из историков ислама, ученых, ахли сунаму аль-джама'и, касательно этого сподвижника, Са'ад ибн хауля, есть три версии. Первая версия. Первая версия гласит о том, что Са'ад ибн хауля, когда был распространен приказ спасания к Аллаху, саляму, о переселении немедленно, он не сделал переселение. Хотя он принял мусульманство, стал мусульманином, но он не ответил на приказ Аллаха. Он не последовал за посланником Аллаха, саляму, в сторону Медины. Он там остался в городе Мекки, и там он скончался. Это первая версия историков ислама. Вторая версия касательно этого сподвижника. Все-таки он сделал переселение, участвовал в сражении Бадр, по своему собственному желанию вернулся обратно в Мекку, и там он скончался. Это вторая версия. Третья версия историков. Третья версия историков. Он все-таки сделал переселение вместе с посланником Аллаха, саляму, в город Медину. И во время соглашения с многобожниками о прекращении сражений на некоторый период, в это время по собственному желанию обратно вернулся в город Мекку, и там он скончался. То есть посланник Аллаха, саляму, в саляму, упоминает Саад ибн Хауля именно таким образом. Чтобы Всевышний Аллах принял переселение всех сподвижников, которые делали хиджру вместе с ним, посланником Аллаха, саляму, ради Аллаха. И чтобы не вернул обратно в Мекку, чтобы они не оставили хиджру, чтобы эта хиджра считалась полноценной, они должны остаться вместе с посланником Аллаха, саляму, до конца своих дней в городе Медине. В городе Медине. Муттафа'кун Алей. Этот хадис приводит имам Бухари, имам Муслим, своих достоверных сборников хадиса. Сегодня мы, уважаемые слушатели, закончили хадис, шестой хадис. Это у нас урок седьмой. То есть урок седьмой мы закончили. Первая глава, шестой хадис. Который передал нам сподвижник Абисхах, Саад ибн Абива'кас, ради Аллаху Ангу. В заключении, мы здесь, из этого хадиса, укрепили в своих сердцах очень много пользы. О том, что нельзя жаловаться на свою болезнь, на свои проблемы, на свои испытания. Иначе мы выходим против судьбы. И это приводит к гневу Всевышнего Аллаха Суханна Аталия. Второе, ни в коем случае, если мы имеем материальные достатки, нельзя, проявляя высокомерие, гордиться, возгордиться этим. Но, чтобы получить какое-то религиозное заключение, именно в этой области разрешается проинформировать, назвать причину о том, что вы болеете или у вас какое-то испытание. Также размер своих материальных ценностей, имуществ, надеясь на то, чтобы получить религиозное заключение от знающего человека. Также мы узнали о том, что на тему завещания, на тему наследства, на тему законной наследники. Многие ученые Аль-Асуну Аль-Джамара взяли из этого хадиса религиозный хукм. Что можно все-таки раздать богатому человеку после своей смерти и своего богатства третью часть из своих имуществ на пути Аллаха, но это также будет считаться большим. Это также будет считаться много. И поэтому вам приводили слова Ибни Аббас, Ради Аллаху, Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, о том, что Ибни Аббас продерживался одну из четырех частей, нужно раздать на пути Аллаха, в качестве милостями, так как правок Мухаммад, Саляма, говорит, что третья часть даже считается большим. Приводили слова Абу Бакра, Ради Аллаху, который основывался на аяты, и он выдавал религиозное заключение, что можно раздать на пути Аллаха, в качестве милостей, одну из пяти частей беднякан после своей смерти. И также мы здесь узнали о том, что не все удовлетворяет законы шариата в завещаниях покойного человека, если действительно там есть размеры, которые противоречат Курану и Суни посланника Аллаха, его требования или его завещания не удовлетворяются. Не удовлетворяются. И поэтому Всевышний Аллах всесправедлив. Пусть Всевышний Аллах сделает нас одним из полноценно следующих сосунных посланников Аллаха, Саляма, и пусть Всевышний Аллах укрепит это знание в нашем сердцах и примет наши деяния, соответствующие в Судный день. В.Сария.